Всем привет! Это AXBT.com с выставки МВЦ 2015. Сейчас мы находимся у стенда компании Huawei. Давайте расскажем вам о том, что интересного они здесь представили. Одна из новинок, которую представила Huawei на выставке МВЦ 2015, это Huawei TalkBand B2. Что это такое? Это фитнес-трекер, достаточно традиционный, с шестиосевым акселерометром, который позволяет отслеживать ваши тренировки и тому подобное. Вот такой вот достаточно красивый металлический, но у него есть фишечка. По нему можно говорить как по самой обычной гарнитуре. То есть вот это вот вставляется в ухо и мы говорим. В остальном же это обычный фитнес-трекер, который также можно использовать как умный будильник. Он водозащищенный, работает в режиме стендбая 12 дней и до шести часов в режиме разговора. Также, что хорошо, что его можно взять с собой без телефона, и информация впоследствии будет синхронизирована на ваш телефон с помощью блютуз. То есть это была проблема некоторых фитнес-трекеров. Здесь такой проблемы нет. То есть мы тренируемся, потом запускаем наше приложение и все синхронизируется. Можно посмотреть, сколько мы за сегодня ходили. Существует три варианта. Токбенд, золотой, черный, сюда, а также белый. И разные ремешки, кожаный, либо обычный пластиковый. Еще одна штука, которую представил Huawei на МВС 2015, это Токбенд N1. Это просто обычная гарнитура. Ну, не совсем обычная. Во-первых, она вот так вот магнитится, ее можно носить на шее. Она является фитнес-трекером. В ней есть MP3-плеер с 4 гигабайтом и памяти. И она синхронизируется с приложениями. То есть MP3-плеера можно управлять через приложение на смартфоне. Ну и потом положить смартфон и убежать тренироваться. Она защищена от пыли по IP54 и, соответственно, от воды. Время автономной работы составляет до 4,5 часов в режиме разговора, до 7 часов в режиме локального проигрывания MP3 и до 9 дней стендбая. Выглядит вот эта вот гарнитура вот так. Ну и мы не могли пройти мимо Mediapad X2. Вы, возможно, знакомы с Mediapad X1. По крайней мере, его обзоры есть у нас на сайте. Здесь не изменилось практически ничего. То есть все то же самое. Выглядит так же. Но, во-первых, здесь более мощный процессор. И также здесь 13-мегапиксельная камера. Внешне отличий нет, ну, просто никаких. Те же самые 5000 мАч. Тот же самый экран. 7-дюймовый с разрешением 1920 на 1200. Ну и также важное отличие. То, что здесь уже из коробки стоит Android 5 Lollipop. Ну, а умных часов Huawei Watch на стенде мы, увы, не нашли. Они и на презентации-то были под стеклом. Видимо, еще не готовы. Придется подождать. Как бы то ни было, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы расскажем вам еще много чего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!